Действующие лица 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 Организовано привлечение казаков в участие в проведении мероприятий, так и в течение выполнения требований, названных на макиноправных актов на территории муниципального образования города Краснодар. Помимо 300 казаков казачьей дружины Екатериндарского районного корачьего общества, в работе отряда самоконтория ежедневно принимает участие в добровольной основе от 20 до 40 казаков-призничных казачьих пост. Численность казаков ежесуточно мы наращивали для принятия участия в работе мобильных отрядов учителей в праздничные дни и составляла до 100 человек. С 1.05.2020 года мая на маршрутах состава мобильных отрядов самоконтория приняло участие более 900 сотрудников органов местного самоуправления, 2.220 сотрудников полиции, 1000 сотрудников раздувания, 2.120 представителей казачества, 540 представителей общественности, было одновременно более 120 единиц автотранспорта, то есть составляли мобильные группы, которые у нас в соответствующих маршрутах патрулирования, также веезды в соответствующую работу по созданию необходимых условий с обновлением карантина. Организовано было также патрулирование берега Редикубань и казахстанских водоемов. Патрулирование берега осуществляется и в настоящий период, в том числе к конным патрулем казаков и с использованием двух катеров, против которых наши казаки районного казачьего общества и сотрудники МКУ в службе спасения. То есть где совместно с ними ведется корректная, разъяснительная работа нашим гражданам о соблюдении требуемых мер, в основе и соблюдении экономики. Основным акцентом работы на МКУ является, как я сейчас сказал, в целом разъяснительная работа нашим гражданам, необходимости соблюдения ограничительных мероприятий, в случае выявления грубых нарушений, повторных, составляется административный протокол. В ходе рейдер-реклиотераприятий предотвращено более 2200 наших граждан, составлено более 2000 административных протокол. Для усиления контроля за соблюдением ограничительных мероприятий карантина на территории муниципального образования Город Коснодарной въезда в город организованы в 13 местах совместные дежурцы муниципальных служащих и сотрудников полиции. На наиболее оживленных улицах организовывается работа шести карантинных постов дорожной подробности. Равка выполнения решения оперативного штата по загрузению завоза и распространения коронавирусных эффектов на территории Коснодар-Критая муниципального образования Город Коснодар организовано 13 стационарных постов охраны объектов, которые входят в 6 больниц и 7 обсерваторов, в правосудочной охране которых мы задействуем на текущий день 70 казаков и 84 сотрудников оперативных органов. Сюда входят полиция и сатирики Росглавии. 44 казака Екатеринданского районного казачьего общества в преддверии празднования Великой Победы, юбилея 59-летнего нашей Великой Победы участвовали в круглосуточной охране 22 памятников и обелисков посещенных в Великой Отечественной войне. Такие Екатеринданского районного казачьего общества приняли участие 9 числа, юбилей нашей Великой Победы в акции «Парад узлома ветеранов», где, соответственно, в теплой обстановке мы смогли поздравить наших ветеранов соответственно и от казачества, и от нашего администрации города Краснодара, совместно с управлением культуры, и представители кубанского казачьего хора, солисты его, соблюдая все меры и социальные инстанции, смогли поздравить наших ветеранов двойно-патриотические песни и покровение наших казаков, малым и сусловным, и субборением всех мер соответствующих, как я сказал, социальной защиты и изоляции, тем самым достойно поздравив в воде своих домов наших ветеранов. Также мы продолжили акцию по отношению к нашим старикам и ветеранам соответственно по разводу необходимой продукции, продуктов первой необходимости и питания, поздравляя с ответственными и поздравительными подарками и прочее, что, естественно, пропадлило также в теплой обстановке. Участники мобильных отрядов самоконтроля обращали внимание жителей и гостей города Краснодара на необходимое соблюдение социальной дистанции, наличие индивидуальных средств защиты, при проведении церемонии возложения цветов с монументом других мероприятий, проводимых праздничные дни. Это в пользу случаем поблагодарить наших граждан при проведении соответствующих мероприятий, которые, так сказать, были соответственно проведены на соответствующем уровне, на соответствующем уровне безопасности, при совершении первой нефекальной дистанции, при проведении масочного резюма. Поблагодарить наших граждан именно за то уважение в этот великий праздник, что было на гостейном уровне, соблюдая все эти необходимые меры. И наши поплы помогали нашим гражданам в этой именно разрешительной работе напоминать им необходимое соблюдение, что-то им не в какой-то переломии условия коронавируса. Алексей Иванович, ну вот из того, что вы сейчас сказали, если позволите, ну такой ряд уточнений. Я правильно понимаю, что, ну вот допустим, когда мы с вами там где-то в конце апреля разговаривали, мы говорили о том, что да, сейчас казаки помогают, но это уже давно происходит в городе Краснодаре, то есть казаки помогают правоохранительным органам патрулировать улицы города Краснодара. Соответственно, сейчас в условиях карантина, наверное, эта работа, ну скажем так, более востребована. И тем не менее, я правильно понимаю, что есть казаки патрульные, то есть те, которые дружинники, и есть те, кто добровольно сейчас готов прийти на помощь правоохранительным органам? Да, мы уже об этом говорили, что именно казаки-дружинники выполняют свои обязанности по системе общей дисплокации и патрулирования совместно с УВД города Краснодара, выполняют задачи по обеспечению необходимых требований режима карантина. Но и на добровольной основе по, так скажем, рапорту самого казака из футовского казачьего общества, где с любовью относятся к жителям своего города, именно города Краснодара, столицы Кубани, они в свободное свое время приходят на развод в соответствующие отделы органов внутренних дел, где входят в состав именно муниципальных отрядов самоконтроля и помогают, осуществляют сотрудникам правоохранительных органов в разъяснительной работе нашим гражданам по соблюдению, соответственно, всех требований в условиях карантина. То есть, разжевательное форме с уважением и судьбой повторяю, чтобы разъяснять, потому что у нас и здесь наблюдается на некоторых площадках скопление наших дорогих, уважаемых мамочек, да? К сожалению, имеем мы сейчас и заражение в день среди детей, да? Как это нам печально, мы это все воспринимаем, но приходится разъяснять и нашим мамочкам, что необходимо все-таки соблюдать необходимые требования в условиях карантина, потому что это ради во благо здоровья нашего будущего, наших детей, и самих, конечно. Поэтому казаки, проникаясь этим, из-за футболских казачьих пост, они с удовольствием находят состав этих муниципальных отрядов самоконтроля и помогают, как я уже сказал, все необходимые веры проводить разъяснительные нашим гражданам. Алексей Иванович, а есть ли резервы вот таких добровольцев? Скажем так, хватает ли желающих, нет ли дефицита? Значит, я так скажу. Казаки всегда отвечались тем, что по первому призыву оказать помощь были, да? К сожалению, у нас техногенные какие-то были действия. Мы знаем с вами про Трансинский район. Всегда казаки первыми выступали на помощь нашим гражданам, чтобы оказаться действие и убить их. Это самой, скажем так сказать, традиции казачества. Быть первым там, где необходимо помочь. Быть первым там, где требуется защита. Быть первым там, где необходимо защитить свое государство, свои эзераты. И согласно этой традиции казаки исследуют к этому, и идут туда, где необходимо помочь. И разъяснения. А где молодых людей не могут все успокоить, вот они сегодня иногда проявляют там эмоциональные какие-то всплески, ввиду, так сказать, может быть, где-то устали в условиях карантина. Но они как бы свои московские, по традициям казачества, да, спокойно разъясняют им, что не стоит так, во-первых, воспринимать это, это же их благо, для того, чтобы они могли дальше подобиться обучение, свою счастливую жизнь, которая впереди из этого много светлого. А чтобы все это было правильно, нужно пойти этот этап сложный для нашего города, для нашей страны, соответственно, исполняя все необходимые требования в условиях карантина. Поэтому вот так по-отсловски приходится и наши молодые люди разъясняют спокойно встановке, и это все идет положительное спасибо, я повторяю, нашим гражданам, это воспринимается на долгом. Алексей Иванович, вот здесь, если позволите, мы сделаем небольшую паузу, сейчас посмотрим рекламу, а потом вернемся к нашему разговору. Реклама на нашем канале. Мы продолжаем программу, еще раз хочу вам напомнить, что мы сегодня говорим о том, как организованы меры безопасности в городе в условиях карантина. Еще раз напомню, что гость нашей сегодняшней программы заместитель главы муниципального образования город Краснодар Алексей Горбенко. Алексей Иванович, ну вот мы в первой части программы с вами говорили о казаках-добровольцах, но вы еще упоминали, что вот в эти мобильные группы по патрулированию города входят и представители администрации, то есть я правильно понимаю, что чиновники тоже ходят, ну что называется, ножками по улицам города и проводят вот эту разъяснительную работу? Это действительно верно. То же самое составляется от удивленных список где предварительная подготовка данных наших сотрудников и возраста исполнительной власти, значит, соответствующие институты проходят и олимпийские соответствующие нервные защиты, соответственно, выделяются маски, перчатки и принимают участие в работе наших муниципальных отрядов самоконтроля, оказывается действие, как я повторяю, также будет намерение наших граждан, если это уже необходимо, о том, что необходимость облиния карантина это не чьется желание, это такое во-первых, требование для организации защиты наших граждан от распространения коронавирусной инфекции. Соответственно, они точно так же несут на вас как патрулирование, в местах возможного скопления граждан это сферы, парки, значит, по набережной наших водоемов, да, коронавирусной инфекции кольдов, то есть, есть места, где обычно гораздо пытаются группами проводить какие-то мероприятия, растущения иногда даже без масок, не соблюдание социальной дистанции, детей, ну, вот там, соответственно, необходимо это работа разъяснительная, и вот нам сотрудники в области помогают то же самое входя в состав наших муниципальных отрядов самоконтроля. Алексей Иванович, ну вот вы упомянули опять же в первой части программы, и я лично это наблюдал, с воды еще, да, контролируется, если мы говорим русло реки Кубань. На лодках, я знаю, да, казаки и гимс, они проверяют. Да, соответственно, на двух катерах, как я уже говорил, совместно с СМКО службы спасения, это наши казаки, которые имеют совместную подготовку по линии ГОЧС, проходят службу в данных подразделениях, то есть имеют соответствующий уровень подготовки, имеют другоговорящее устройство. Их задача очень корректна, но что мы сталкиваемся с тем, что порой иногда выходные и праздничные дни, массу, а граждане пытаются проводить соответствующие техники, иногда с разжиганием алкогольных насеком, иногда с разжиганием соответствующих костров. Даже мы соответственно по договоренности с тех охраны соответствующим нашим подразделениям осуществляли в праздничные дни, контроль места парковых зон, прилегающих к набережной. Вот такая работа нашими казаками ведется непосредственно с использованием катеров, полкурира вдоль акватории набережной города Краснодара. Она приносит большие плоды. Катеров сейчас в рите наступает теплая погода, тут в режиме карантина даже принимать водные ванны. Это опасно. И в то же время находятся между сотрудниками онкологского спасения, они помогают нашим теплую работу. Мы не запускаем таких условий нарушения карантина. Ну, вы сами сказали, сейчас наступают теплые дни. По вашим ощущениям, людей, которые нарушают карантин, нарушают правила, вот в эти майские дни, опять же, традиционное время для отдыха, традиционное время для тех же самых шашлыков, нарушений стало больше или нет? Конечно, сейчас работают 10-15 организации, производственное постановление дано не такое право. Но это лишь постановление утверждено право выполнять функции деятельности тех организаций в следующем подразделения. Это не говорит о том, что можно устраивать экраждение отчетов, соответствующие членники и прочее в наших предотаправковых зонах. То есть у нас сохраняется возможность использовать и кто-то пытается разжечь все, чтобы сохранить от возможных пожаров. Поэтому мы уточняем, что мы подключаем с собой мобильные лесоохраны, мы подключаем совместно их к работе в полном контакте держим и соответствуем с возможностью нарушений в части касаемых что я сказал выше. И опять же призываю наших граждан соблюдение данного режима, чтобы была необходимость и возможность у них, чтобы у нас не было роста коронавирусной инфекции в городе Краснодаре, тогда соответственно заработают следующие организации, предприятия, будет послабление условия карантина при если мы сможем и мы это сделаем и увидим на соответствии всех норм и мер карантина, чтобы у нас в последующем заработали наши организации, наши граждане могли спокойно выполнять в лесу. Ну вот здесь то, что касается центра города, здесь совершенно понятно. То, что касается парки, скверы, понятно. А как пригород, где есть один участковый и только казаки, там такая работа проводится, ну не знаю, хутор Ленина, там Пашковка, Елизаветинская, не знаю, хутор Капанской, там мы не забываем? Совершенно правильно вы подмите, что наши поселения, мы их ни в коем случае никогда не отделяем, это наша единственная цель. Вы знаете, что город Картадар это много развивается в нашей родной мегаполисе. И поселения естественно это наше составляющее, в которых находится наши пукарские казачьи общества. Естественно и именно казаки пукарских казачьих обществ, они совместно с сотрудниками Борисы, как было сказано, участвованы, совместное взаимодействие с ними выставляют дополнительные потруднения. В родном Сараковске выставляют вдоль переговорений по центральной улице, Парково, Зону. То же самое мы сами выдвигаемся в руководящий состав на свои РТО, чтобы помочь посмотреть, как организовать в день необходимо усилить, в какой зоне именно, в парковой зоне, где необходимо есть более четко развести эту работу наше дарное. Поэтому эта работа ведется в сопередение точно так же, как и в самом центре города Коснодара и его микроэзда. Поэтому еще раз повторяю, но многое зависит от того, чтобы граждане сами осознавали. Вот эта разъяснительная работа, она должна быть и дождь от нас, она должна граждан проводить с учетом самознания. Необходимо это побороть, чтобы вывести элементарную свою волю, саму, что мы не хотим распространения этой коронавирусной системы и тогда мы собираем эти условия и вольня карантина. Ну и опять же традиционно казаки помогали транспортной полиции, вокзалы, аэропорт, железнодорожные, автовокзалы. Эта работа продолжается? И эта работа продолжается. У нас имеется в РПО транспортная дружина, то есть казаки и дружинники выполняют функции оказания содействия полиции в охране ответственного порядка в аэропорту на вокзалах. То же самое сейчас прибывают граждане из других городов. Естественно режим карантина требует накождения прибывающих граждан соответствующих в обсерваторах. То же самое идет разъяснительная работа в аэропортах о необходимости соблюдения и прохождения режима обсерватории для того, чтобы исключить возможность ввоза наш любимый город соответственно инфекции. граждане в основном в аэропортах относятся к этому с пониманием и также после данной резидентной работы эти граждане переводятся в ассерватор, где действительно все необходимы и соблюдают там режим на корзине инфекционного периода анавирусной инфекции. Я как ранее говорил, там же казаки совместно с нашими сотрудниками инфекционных органов несут внешний кереметр обеспечения правопорядка вокруг этих семи обсерваторов в нашем городе. То есть эта работа проводится круглосуточно, да? Эта работа проводится как и стало и в аэропорта, и в аэропорта, и в обеспечении правопорядка вокруг наших объектов окранных инфекционных обсерваторов круглосуточно. Ну что, спасибо большое Алексей Иванович, что вышли с нами на связь. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Уважаемые телезрители, вам хочу еще раз напомнить, мы сегодня говорили об обеспечении безопасности в условиях карантина здесь, в городе Краснодаре. И гостем нашей сегодняшней программы был заместитель главы муниципального образования город Краснодар Алексей Горбенко. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok